Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о стратегии в апелляции. И соответствующим образом, дорогие друзья, когда мы об этом говорим, то прежде всего мы должны возвратиться к такому понятию, как план судебного рассмотрения или план судебного заседания. Но сам по себе план не существует, он разрабатывается на основании выработки определенной стратегии судебного разбирательства и судебного рассмотрения. Вот эту тему мы сегодня, дорогие друзья, обсудим. И я вам напоминаю, что я искренне считаю, что все, кто занимается своими судебными процессами и так далее, их уже можно относить к категории юристы. И каждый юрист должен быть осведомлен о всех событиях в этой жизни, должен иметь широкий и большой кругозор. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, подписывайтесь на наш новый новостной канал. Ссылочка на него в описании к видео, там, где мы разбираем самые интересные юридические новости, новости законов, которые подписал президент, новости в нашей необъятной стране и, конечно же, новости мира. Пожалуйста, подписывайтесь, смотрите и будьте в курсе последних событий. Итак, дорогие друзья, что такое тактика и стратегия судебного разбирательства в апелляционной инстанции? Некоторые ошибочно полагают о том, что, соответствующим образом, если вы разбираетесь в апелляционной инстанции, то достаточно сказать, что апелляция рассматривает все в одно заседание. Дорогие друзья, все при этом забывают о том, что судебное рассмотрение проводится зачастую по правилам суда первой инстанции за исключением некоторых изъятий и за спецификой, которая присутствует в апелляционном рассмотрении. Поэтому при апелляционном рассмотрении необходимость выработки тактики и стратегии судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции она не просто необходима, а без нее не обойтись и не достичь того результата, который вы планируете. Стратегия судебного разбирательства в апелляции делится на несколько отдельных самостоятельных элементов. Первый элемент это необходимость фиксации апелляционного рассмотрения до самых последних запятых, до самых последних элементов. И в стратегию апелляционного разбирательства, конечно же, включается это безусловно. И без каких-либо изъятий, дорогие друзья, просто я встречал такие мнения, что ничего не нужно этого делать. Дорогие друзья, это не просто нужно делать, это крайняя необходимость и без этого не обойтись. О чем я говорю? Прежде всего это фиксация апелляционного разбирательства. И фиксация апелляционного разбирательства осуществляется в двух ипостасях. Первая ипостася это, во-первых, это фиксация аудиопротоколированием, то есть всегда в апелляции включайте либо диктофон, либо соответствующим образом мобильное устройство и так далее. И, конечно же, это письменная подготовка всех заявлений, ходатайств, дополнений и так далее. Дорогие друзья, я приведу вам самый простой пример. Вот у меня есть мой уважаемый зритель канала, и он в период апелляционного рассмотрения дела был, были поданы, во-первых, апелляционная жалоба. Во-вторых, к этой апелляционной жалобе уточнение апелляционной жалобы. Потом дополнительное уточнение к апелляционной жалобе. Было пояснение, ходатайство, все это в письменном виде. И суд апелляционный, когда увидел такую процессуальную активность, они просто подали апелляционную жалобу и забыли, а там хоть трава не расти, пусть апелляционный суд разбирается. А после этого, соответствующим образом, было дело выиграно только благодаря процессуальной активности. И вот у меня есть еще один зритель канала, он мне постоянно пишет и говорит, а что здесь еще можно сделать, а что здесь еще можно сделать. И мы подготавливаем и ходатайство, и дополнение, и пояснение. То есть он занимает активную процессуальную позицию. И суд апелляционный это все видит, и соответствующим образом апелляционная инстанция уже второй раз откладывается дело. То есть были истребованы доказательства, были истребованы пояснения сторон. То есть суд ни в одно заседание, не так, как мне пишут мои зрители о том, что я зашел буквально в зал апелляционного рассмотрения и через пять минут вышел. Что там судьи пробубнили, непонятно. Дорогие друзья, зачастую это происходит из-за того, что вы занимаете неактивную процессуальную позицию. Мне приходилось по апелляционным делам, по которым ко мне обращались люди, готовить и апелляционную жалобу, и дополнение к апелляционной жалобе, и пояснение к апелляционной жалобе, и целая серия ходатайств письменных. Это все свидетельствует о чем? О процессуальной заинтересованности лица в исходе дела. О том, что это лицо разбирается в законодательстве. О том, что не просто процесс пущен на самотек. Нет, дорогие друзья, так не бывает, так результата вы не достигнете. Необходимо и апелляцию, и дополнение к апелляции, и письменные пояснения. И когда будут возражения, контрвозражения готовить, и все ходатайства в письменном виде заявлять. И в том числе о переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции. А когда я об этом говорю, один из моих зрителей говорит, а мне в суде об этом никто не разъяснял. Вы понимаете? А ведь это же необходимые элементы. И людей просто лишают доступа к правосудию, когда не разъясняют им определенные права и так далее. Приведу еще один пример. Вот я участвовал в апелляционной инстанции в качестве представителя. Представлял довольно-таки солидную фирму. И дело у нас было непростое. На кону стояло около 11 миллионов рублей. И я выступая перед судьями апелляционной инстанции, я им сделал доклад. И после этого, соответствующим образом, поступили возражения от противоположной стороны. И я прямо составу суда так и говорил. Говорю, уважаемый суд, мы свою аргументацию представили. Поступили возражения с противоположной стороны. И я уже вижу по этим возражениям, что мы можем сделать дополнительную аргументацию. И мы хотим подготовить контрвозражения. И мы хотим их подать и так далее. То есть, и все это, уважаемый суд, прошу дать мне возможность подготовить в письменном виде. И суд пошел мне навстречу. Потому что для суда это тоже большое подспорье. Когда позиция стороны твердо зафиксирована в письменном виде. И мне дали возможность, были подготовлены контрвозражения. И в конечном итоге мы выиграли процесс. Поэтому, дорогие друзья, еще раз, фиксация на аудио и письменная фиксация всех ваших позиций. И вот из всего этого, я надеюсь, вы уже поняли, что в тактику и в стратегию апелляционного рассмотрения в обязательном порядке входит активная процессуальная позиция. То есть, это не просто продвижение своих интересов через подготовку апелляционной жалобы, дополнение к апелляционной жалобе, пояснение к апелляционной жалобе. Но также и подготовка контрвозражений на возражения ваших противников. Если вас привлекают в качестве противоположной стороны, то это подготовка возражений на апелляционную жалобу ваших процессуальных противников. И, конечно же, дорогие друзья, это выступление в суде апелляционной инстанции и подготовка этого выступления и составление необходимого плана действий. Это все входит в стратегию апелляционного рассмотрения, дорогие друзья. И, конечно же, эта стратегия должна включать в себя в обязательном порядке требовать просить у суда перейти к рассмотрению по правилам суда первой инстанции. Вот это, дорогие друзья, те элементарные минимальные требования к стратегии апелляционного рассмотрения. Дорогие друзья, если вам необходима подготовка каких-то апелляционных жалоб, касационных, исковых заявлений, консультации, подготовка возражений, контрвозражений на те или иные моменты, пожалуйста, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем, составим. И, конечно же, дорогие друзья, желаю вам удачи и, как говорится, счастливо. Мы будем развивать эту тему и в дальнейших роликах. Счастливо. Счастливо.